Девчатая, сегодня 13-я, кто знает? Вот она деревня. 13-я. Так вот, друзья, осталось немножко зарядки у этих батареек. И еще раз показываю то, что называется золотой запас России. Даш, примерно за все дни сколько ты собрала ведер? Примерно. За все? Да, за все дни. Но если в день считать по 15-20 ведер, по 30 даже. Сколько? По 30 в день. Ну, хорошо. Ты мне назови примерно общую сумму. Я не знаю. Ну, примерно. За что, блондинка называется? Посчитайте сами. Еще раз, примерно. Ну, сколько мы дней тут? 100, 200. От 100 до 200. Да. Лично ты? Да. Ну, ладно. Вот это точность. Ну, спасибо. Вот как тут рекорды поставить, а? Ладно. Вот это вот Андрей собирал. Вот. Это маленькая часть. Вот это вот бесконечное дерево. Почему назвал бесконечным? Посмотрите на него. Посмотрите, все делается. Вот. Все это с него собрано. Видите? Смотрите. Это на посадку. Это Сергея на подвое. Почему так много? Да был один год. Взяли, да не взошли. Решили брать количеством. Пусть и один такой год был, но зато пустой. Это тоже плохо. Ну, а сейчас, смотрите. Начали мы примерно. Самый первый созрел, помню, Чернобаева 30-го. Июня. Мы начали собирать примерно 5-го июля. По несколько ведер, потом по десятку, по два, по три. Да, у меня в погребе сейчас стоит 60 ведер. Корточек. В основном мелких. Да. Речь идет о сотнях ведер. Но рекорды фиксировать некому. Я в своих фирмах призывал, пожалуйста, приезжайте, приезжайте, приезжайте. Вот. Приезжали. Соседцы приезжали. Писатели приезжали. Вот. Ученых в этом году впервые никого. Даже наших местных ученых, которым я дружил, не было Байковой. Не было Тарсун-Пулота. Вот. С Европы никто не приехал. Когда-то Курдюмов изучал мой сад. Сейчас все. Полная тишина. За это время люди потеряли последний интерес. Вот. Ну. Пускай все мелкие. Зато их тысячи, десятки тысяч только с одного дерева. Рекорд. Когда-то до 30 дошли считать. А потом заболел Андрей. А на дерево оставалось столько же. Вот это примерно рекорды. Вот. Я решил так. Начали мы где-то числа с 3-го, 5-го. Уже начали падать. А они потом падали. Мы их собирали. Когда приезжало 10 лет. Ой, 10. Когда приезжало 30-го. Июля. А сегодня 13-го. Ровно 2 недели назад. Приезжало телевидение. Вот. Сам Кундасев, блестящий ведущий. Вот. Привез съемочную группу. Вот. Вот здесь было пусто. Все было собрано. Дорожка почищена. Даже подметена. После этого еще три раза собирали. На дереве. На дереве. Сколько было, столько и осталось. Вот это. Сегодня, когда я приехал. Вот. Даша говорит. Вчера собрала 20 ведер. Так. Вот. А говорит. А их что больше стало? Ну, имеется в виду упавших. Вот. Ну и дальше. У вас какой план? Еще раз скажите. То, что это. Ну, вы какое собираете? Четвертое. А? Четвертое. А ты? Ты же собирал вчера. Я с обедом приехал. А, с обедом. Ну, короче, я вам поздравляю. Вам работы тут. Пока не соберете. Хе-хе-хе. Да. Сергей тоже нужен косточки. Это его. Мои работницы помоложе. Вот. Пошестрее. Иногда 25 ведер умудряются собрать за день. Но они еще... Они бы собрали больше. 50 за день. За каждый день. Ну, фотографию. Я вот полчаса назад здесь снимал эту же Дашу. Блондинку. Она уже вот это собрала здесь. Вот. Очередные три ведра. Видите, здесь чисто стало. Вот. Вот. Черный абрикос. Стоит на дороге. Все, кому не лень, его распробовали так. Все, костик заготовил всего с полсотни. И он всегда слабо плодоносил. Совершенно измельчавшись. Ты что там делаешь? Это новый способ сбора, да? Да. Новый способ сбора? Да. Ну, ну, давай-ка я тебе сейчас покажу. Ну, а что? Ты же у меня фотомодель. Скоро затребуешь еще за фотомодель, чтобы я доплачивал. Конечно. А, вы слышали? Конечно. Вот. Чуть позже, на недельку, на две. Это я читаю лекцию. На недельку, на две созревает академик. Вот. Он меня когда-то прославил, потому что он был весь переделан. А перед вами первое. Вот поверьте, здесь уже столько было собрано. Вот поверьте, что это жалкие несчастные остатки. Вот это. Сейчас медленнее. Вот это, вот это, вот это, вот это. И вот только одна такая ветка, вот она, вот, столько дает. И еще сколько с него собрано? Несколько раз больше. А здесь невиданного рожая они измельчали раз в пять. Но зато вот это так выглядит. И главное ее качество. Именно в этом году. Никогда не выделялось поздностью. А в этом году чуть ли не позже всех. Видите? А сегодня, как девочки подсказали, 13 августа. В это время я всегда делал самые последние фотографии. На улице дичайшая жара, но абсолютно нет дождей. Абсолютно. И вот такое сочетание поменяло характеристики этих самых деревьев и, в частности, плодов. Вот еще один. Видите? Это тоже академик. И тоже измельчавший. Вот. Но здесь интересная вещь. Я люблю такие загадки. Вот эти пни торчат, никогда не режут на кольцо. И вам запрещаю. Я друзей говорю. Так. Всегда перехожу на менторский тон. Видите? Вот эта ветка, она была мертва. Вроде бы. Я должен был сделать на кольцо, и она была бы там страшная рана. И, возможно, дерево бы уже погибло. Или была бы близка к гибели. Ну, вот что получилось. Смотрите. Маленькая ниточка жизни. Вот она, вот она. Видите? Сейчас прошу прощения, разговор у нас не закончил. Так. И пошли дальше. Ну, что творит урожай, вы видите. Он давно собран, а ветка стала сломана. Это уже соседнее дерево. И вот на этом дереве, вот он, манчжурис. Это пошел из земли. А вот это привитая ветка. Это все, что осталось от привитой части. Основная мертва. А здесь было две почки. Главная и второстепенная. Вот эта второстепенная стала кем? Вот она. Видите? Пусть мелкий, пусть пять раз мельче. Академик. Но академик усилел все-таки. И дал вот такой урожай. У меня на нем было, вот только на этой ветке было где-то, было, подчеркиваю. Потому что сыплется бесконечно. Дерево не было видно. Вообще не было видно. Вот. Из-за этих самых. Из-за плодов. Ладно. Поняли, да? Подвой не убирал. Вот он слева. Вот плоды. А вот эта ветка культурная. У меня многие в таком виде. Некоторые даже сделали чудеса. А вот это вот, смотри. Даш. Собирал, собирал этот самый кудесник из этого. Из Новосибирска. Там уже немного. Мы уже на этом месте очень много набрали. Ой, погоди, не слышу. Еще раз. Я говорю, на том месте мы очень много набрали. Так и они собрали. У них столько тары было. Вот. И что получилось? Получилось, что они опять целая куча. Что ты будешь делать? Короче, я понял так. Академики собрала. Вот они мелкие. Так. В этом году. Амуры собрала. И теперь собираешь манджурши. Ты их начала... Что делать? Подняла. Подняла. Потому что в траве много. Вот. И теперь целыми гостями собираешь. Да. Чуть-чуть получается мусора, но немножко. Ну, а дальше, как говорил незабедный Паниковский, вот, золотого теленка, бессмертную фразу. Пилите, шура, гири золотые. Да, да. Вот. А мы с тобой сейчас для всей России запасаем золотой запас России. Только что он пока никому не нужен. Вот. Через три года выбросим? Нет. Так. И я не использую такой случай. Посмотрите на эту девушку. Ты вчера брови нарастила? Смотри сюда. Ресницы. Ресницы. Вон, у тех, кто откусает. Вон, на другом плече. Они всегда у меня наращены. Так вот, я тебя спас. Поэтому сейчас всем объясняю. Итак, перед вами моя племянница Мутовина Дарья Александровна. Так вот, Мутовина Дарья Александровна, моя племянница, она умеет обращаться с этими плодами, потом с косточками, потом хранить умеет, потом умеет принимать заказы и рассылать по России. То есть я уже не нужен. Если что-то со мной случится, сказано было двум сестрам, Дарье и Юле, что если со мной что-то случится, они забирают мой компьютер. Там уникальный материал, две Нобелевские премии, так скромно говорю. Но самое главное, что они смогут продолжать рассылать это все по всей России. Объявляю официально. Компьютер автоматом переходит к ним. Почему? Самые трудные времена мы пережили вместе. Так было? Да. Вот так вот. Самые трудные времена. А вы знаете, что такое трудные времена? Все пережили. Ну, пойду дальше. А что дальше идти? Вот тут еще не подмела. Тут еще не подмела. А там дальше уже заросло травой. Там еще, наверное, ветер 100 лежит. Как ты думаешь? Да. Я сейчас там была. Я уже не знаю, что делать. Остановить вас не могу. Я чуть не сказал хохол. Я наполнил крайниц. И во мне борются два человека. Две крови. Ну, сейчас мы по национализу не будем. Может, и хорошо, что я наполню крайниц. Значит, это будет что? Соб-га-но. Все? Договорились. Субтитры создавал DimaTorzok